Сначала СВО химчане показали свое единство и желание прийти на помощь тем, кто в ней очень нуждается. Представители администрации, предприятий, общественники и депутаты регулярно собирают гуманитарные грузы не только для наших защитников, но и для жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Депутат Юлия Ишкова, активисты молодой гвардии и члены партии «Единая Россия» подготовили необходимые вещи для детского дома в ДНР. Буквально за короткий период времени мы собрали огромное количество гуманитарной помощи и сейчас уезжаем в ДНР, в детский дом. Очень хочется от всей души помочь тем детям, которые остались без попечения родителей и проживают на новых территориях Российской Федерации. Потребности у малышей и подростков разные. В аккуратно упакованных мешках и коробках самое необходимое – демисезонные вещи, игрушки, книги, предметы гигиены и школьные преднадлежности, а также военная амуниция для бойцов. Сотрудник администрации городского округа Химки Илья Елизаров отметил, что эта поездка для него не первая. «Это уже моя четвертая поездка в новые регионы России. Ранее с активистами мы развозили гуманитарную помощь адресно, помогали в госпиталях, в пунктах обогрева и устраивали мероприятия для детей-сирот». Илья Елизаров добавил, что футбольные и баскетбольные клубы Химки передали игровые мячи для ребят. Сначала СВО жители Химок собрали и отправили более 140 тонн гуманитарной помощи. При поддержке главы Дмитрия Волошина в Химках работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.